Добрый день, уважаемые читатели. Ну и фактов. Сегодня у нас в гостях популярная телеведущая проекта «Дурни плюс один» Алексей Дурни, Виталий Аши. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Приступим сразу к нашим вопросам, которых очень много, и на все мы, боюсь, ответить не успеем. Итак, первый вопрос от Ксюхи. Дорогие, Даша и Лёша. У меня три очень веселых вопроса, как Даша. Даша, какой у тебя рост без коглубов? Метро 64, 5, на что я с вами? А размер на гиг? 39. Спасибо, Ксюша. А правда ли, что у вас с Алексеем почти одинаковый размер ноги, и вы иногда обмениваетесь красотками? Да. Постоянно. Мы не сейчас можем прям помиряться. Прям как-нибудь комокий, черный. Не страшно ли вам подшучивать над влиятельными людьми? А кто у нас влиятельный человек? Мы не подшучиваем над влиятельными, нам страшно. А как вы считаете, стимулирует ли ваша передача узнать что-то новое, или люди просто смеются над своими жизнью постелами? Так смотря кто. Есть люди, которые любят смеяться над собой, конечно же, а кто-то сразу не знает, либо слушает Лёша, он диктует моду на большие сиськи, и сразу раз, и большие сиськи. Правда? Да. Вот. Да. Вот. Алёша, в передаче «Богиня шокинга» ты часто усмеиваешь участие, а зачем ты так делаешь? Ты у тебя такой образ? Как же можно усмеивать самую красивую нацию вообще? От самых красивых девушек планеты? Алёша, скажи. Мне тоже очень интересно. Я не то, что высмеиваю, я просто правду говорю, мне кажется. А правда очень больно. Да, а правда просто оказывается смешной. Да. Даша, а какой твой самый сумасшедший поступок в жизни? О-о-о. Я боюсь, что я не могу этого озвучить. Но надо вспомнить, конечно же, но мне кажется, что жизнь настолько городка, что сумасшедшего надо делать побольше. Слушай, смотрите, я в аргументах о фактах рекламы. Будь лидером секса. Сразу набросил от гроза. Я только зашёл. Способствует не только стойкой эрекции, но и увеличению полового органа. Куда уже увеличать? И полная готовность к сексу в нужный момент. А вот если за секундочку подготовиться, чтобы ни в коем случае не пропустить. В нужный момент. Раз, и ушёл. А всё уже? Когда вы участвовали в передаче БАЗАКО, вам самим нравилась ваша история? Вот вам и ответ. Мне очень понравилось, что... Команда очень хорошая. Да, команда. Очень хорошие ребята. Конечно же, если веселая сумочная команда, то и весело снимать. Да. Сниматься, да. А эстеры, ну да, так себе. Ну, я всегда хотела почувствовать себя кем? Дуры. Скажите, а у вас они уходили когда-то на камерные вопросы? Что-что? На камерные вопросы. Ну, или на сколько камерные? Меня, помнишь, мне как-то снимали в этом Т2.0. А, да. Ну, мальчик, готовился. Мальчик, готовился, да. Молодец, старался. Да. Альберт, это может просто прийти на прикорме. Сейчас можно. Алексей, очки нашлись? Очки. Что? Я не тебя расслабил. А кто, спрашивает? Аболовский Вадим. Вадим? Не знаю. Какие вот эти Вадима? Отчем железные корабли готовы. Нет, это не знаю, не пойму, о чём. А можно разрисовать журналы? Или не очень? Сексовать. Класс. А у вас были сексуальные связи с бомжами? У меня только с бомжами. У меня пару раз. И не назову это самым сумасшедшим. Бомжи такие же люди, просто вам нужно их мыть. Нужно помыть. Это, в принципе, как ухаживать за девушкой. Помыть, немного обрезать, подстрелить ногти аккуратно на ногах. Только очень аккуратно всё надо делать, чтобы не спугнуть. Пишет Ром, Гатурник, плюс один, любимая передача. Наша просто отпадная девушка с отличным чувством юмора и душепроницательным смехом. А ты любимый трой. Вопрос. Лёша, какой у тебя автомобиль? Опер Вектра. О, а я постоянно с Астрой крутая, почему? А, Астра, это голимая. Галимая. Галимая. Астра, голимая машина. Вопрос к Лёше. А что всё-таки делать девушкам с маленькими сиськами? Вы смогу только такую полюбить? Да, не сидит. Нет. И что делать? Ничего не делать. Стараться как можно реже выходить на улицу. В свет. Выходи только по острой необходимости. За духом. Да. За хлебом. Спрашивай от Алис Бро. Полёша, а не боишься получить пощаду? О, пощаду. А, Алис, да? Алис Бро. За твой броши. Нет. Нет. Счастье. Ну что ж тут бояться? Если можно достойно ответить. Ну да. Своими шуточками. Конечно, можно высмеять. Да. Свощи. Запроволить. Да. Даша, у вас есть молодой человек? Да. Что? Да там уже есть. Алексей, у вас есть девушка? Да. А как вы считаете, у какого возраста нужно создавать семью? Лет так под 50, мне так кажется. Так у меня уже есть семья. У меня есть мама, папа, Леша есть. Да. Есть сестра. Да. Большая семья. Динка, Коба, Генка. Все, все, семья большая. У меня, как неприятный дядечка. Узэм. Узэм, да. Алис, ты смотрела? Смотрела, очень классно. Очень смешно. Все. Почему они себя гудировали? Шути. Я не умею. Пошути. Я не умею. А откуда это вообще взялось? Из фильма. Из фильма? Да? Я знаю. Не знаю, почему он прям для народа. Это из Ильфа Петрова. Дальше, Леша, назовите, пожалуйста, ваших кумеров в телевидении, в кино, в спорте. Мне нравится Микки Рук. Я хочу, чтобы он был моим дедушкой. В смысле дедушкой? Что? В смысле дедушкой? Ну, просто. Папой-папой? Ха-ха-ха. Чтобы я гидал. Хочу, чтобы у них Рук был папой-папой. Как так? Нет, не знаю. Что у меня, наверное, не особо миров. Ну, я... Саша Баронкоин, Умленд, Артереса. В мерах разумного, конечно же. Я не побегу ему целовать руки, например. Почему? Побегу сразу целовать ему... Олени. Олени, конечно же. А есть ли у вас любимая гель, которую вы готовы перечитывать по стараться? Да, у меня есть. Я тоже. Какие-то подворостки. Да, у меня есть. Да, у меня тоже. Я хочу быть валериной, барабанщицей, потом на гитаре играть и петь. А ты? Все, ты поешь? Ножешь голос. Съел голос. Работаю 30-летним мужиком просто. Таксистом. Таксистом. Буду учить всех жизней, да? Что вы что? 31. С тобой. И бить женщину. Отлично. Леша, какие компьютерные игры ты играешь и сколько времени ежедневно промолишь за компьютерами? Герои. Не играю вообще в компьютерные игры. Играл в поезде. Вот что? Герои? Ну, кто в поезде. Вообще не играю. Хотя надо поиграть в Diablo 3, но что-то не срослось. Кацаки забамили. Не, не все. Но за компьютером провожу очень много времени. А теперь еще с этими телефонами, с которых можно везде выходить в интернет, так это вообще на постой в интернет. Пишет Еву. Вот прочитал уже заданные вопросы, и вот, похоже, люди здесь следят за вами, хотя утверждают обратное. Ну да ладно. Вопрос, наверное, который в последнее время волнует всех. Уберите как-то и сделайте меньше рекламы, реклама этого же у смыслов, реально уже глаза вызовет. Понятное дело, что деньги, реклама и все такое, но блин, реально переборит. А вопрос, собственно, Даша. Может, я не в теме, но ты как будто говорила, что, или писала, что тебе предложили сняться в плейбое. Что ты решила? Будешь сниматься, Верега? Когда подорвалась, человек следит. Я даже не следил. Либо ты меня не слушаешь. А что, про лонгер, ну не знаю, не смотрите тогда программу, я не знаю, да. Потому что, ну, если, скорее всего, если не будет спонсора, то, наверное, и программы не будет. Поэтому тут как бы дело такое. Ну, там, на самом деле, сколько там той рекламы? Вы же смотрите все равно в интернете, вы можете перематывать. Можете закрывать рукой. Можете закрывать, да, там, где он появляется, заклеивай газеткой. С любимым. Вот, будь лидером секса себе, вырежьте. И у всех лонгеров у вас... Передергивай, закрывайся рукой. Не передергивай, закрывайся рукой. Хорошо. То, Даша, объявление, но вери в туалет в квартире. Пишет Кирилл. Привет, Даша и Леша. Спасибо за вашу замечательную программу. Я из Белоруссии и хочу сказать, что у нас многие в нашей стране смотрят вашу передачу. Отсюда мой вопрос. Думали ли мы тем, чтобы снять хотя бы один выпуск не в Украине? Например, в Белоруссии была бы вам очень рада. Приглашали к нам. Любимые белорусы, позовите нас к себе в свою прекрасную страну. Мы приедем и снимем все, что вы просите. Да, все. Почему бы и нет? Да. Пошутим про картошку, потому что... Потому что это... Потому что, да. Чревато. Это основная шутка. Да, это основная шутка. Пробачку. Да, пробачку еще пошутим. И станцуем с ляписями. Надеюсь, если их еще там не принимают, то же все. Ну, я бы снасила. Все равно. Если что. Позвоню мне. Да, то есть последний все. Позвоню мне. Позвоню мне. В интернете практически все рейтинги лучших телеведущих занимаются большим отрывом от всех. Алексей. Леша молодец. Натуре класс. И общий вопрос. А кто доска, на которой вопросы писали от жалоб? Отжали, я думаю... Преступники. Преступники, да. Одну потеряли, одну отжали. Вот такое. А еще одну я где-то оставил. Вонюшке. В студии. Нам просто лень ее стало носить. Да. Если есть отличный телефон, который весит, он... Ну, просто... Мы ее носили-носили, но она никогда не попадает в кадр все равно. И, короче, мы решили, что бестолково я туда что-то ставлю. Мы ее забывали везде все время. В троллейбусе еще где-то. Все время ездим в метро. В метро. Забываем везде. В фастфудах. Да. Леша все ее забывает, потому что Даша говорит, что Леша неси до 100, а Леша такой... А Леша жрет и гамбургер. Жрет и все забывает. Что у Леши с бровями? Очень красиво. Такие брови. А кто это уже заметил? Кто тебя так близко рассматривал? Айточка Павел. Айточка Павел. И Павел. И Павел. Что-то не так. Это те же люди, которые спрашивают про твой третий зуб. Да. Сейчас будет вопрос. Подожди. Я надеюсь, про родимое пятно, наверное. Либо что означает татуировка, и где ты делала зуб. И как ты делаешь дулю. Да. Будет? Ну, пожалуйста. Вы же как и венилый. Вычитай мне на глаз. А я уже лучше разговаривала. Да, кстати. Может, чай тебе. Не, я просто целый день молчала. Это неплохо. Да. Еще есть. Нет, у меня просто есть еще одно лекарство. Я думала, что оно не лечит, а только ухудшает. А все-таки ухудшает. Не то. Прогревание? А? Прогревание? Нет. Мы не слышим вас. Поделитесь, пожалуйста, с публикой своим секретом успеха. Телеканал ТЭЦ сам предложил ваши передачи. Будет ли у них профиля? Или все-таки это была ваша инициатива? То есть вы хотите сказать, что мы заставили телеканал? Показывайте. Нет. Нет. Показывайте. Ух. Да. Вот показывайте. Нет, полтора показывайте. Что вы отворачиваетесь? Да. Сейчас же. И рекламу туда вставьте. Да. Вставьте рекламу и показывайте. Да. Смотрите все. Мы вас принесем на следующую неделю новую серию. И вы тоже ее показали. 56 показали, 57 покажете. Да. Вот. И все покажете. Так и было. Наша каждый день скандалит. Под каналом стоит. Вы кстати, если у вас есть какие-то программы, вы можете записать их на диски, приносить под телеканал. На кассеты. И требовать, чтобы их показывали в эфире. Все. А какой дешевый вопрос? Не-не. Да? Как часто вы обновляете свой гардероб? Ой. Ну как получается. Что понравится, то и новая моя. Ну как? А с хлопцем? Что? Не так? Кто бы нравится, тот новый мой. Какой был самый островный ответ на ваш вопрос, услышав который, даже вы не знали, что сказать? Я из Одессы, я просто бухаю. Я не знаю, что сказать. Да, кстати, это правильно, ну на самом деле, это мальчик тогда тот сказал. Послушай, в моем любимом клубе покоя нет уже. Я прикажу, мальчик, Даша, 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 я из Симферополя, я просто бухаю. Я говорю, спасибо. Очень здорово. Я говорю, здорово. Он подвигает опять. Я из Симферополя, я просто бухаю. Хочет донести вроде как для меня что-то. А я же не понимаю, почему. Может потому что отдыхаю. А он опять мне, третий раз. Я из Симферополя, я просто бухаю. Я тут не поняла тоже. А он взял мне и в фейсбуке написал. Я из Симферополя, я просто бухаю. И подписал название клуба. Вот оно что. И тут я поняла. Что? алексей как вы относитесь к сексуалистам классно потому что очень хорошо ну как я могу не могли я же из мариуполя у нас там даже и не знаю у нас не принято чтобы вот это все так как не принято мясо есть поздно на здоровье еще олежка и сум спрашивает привет решей даже спасибо огромное за ваши чувства юмора вопрос как вы думаете о стороне человеку дается с рождение его можно развивать течение всей своей с рождения с рождением до старых лет знаешь что дима молодежь сын режиссера приходят бабушки с дедушкой его ему четыре года он набирает на домофоне номер квартиры и бабушка оба что варка им то придет кто-то с отрешенным лицом 100 грамм открываем же это осуждение майкел ты говорите да 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 там же все ему уже не может это очень много травит уже можно ли чувство юмора развивать нет учиться шуткам повторять шутки чужих нет нельзя этого делать чувство юмора как сиськи или есть или нет и нет 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 хотя тебя женский за твой мне все подобрано хороша какой кашвар меня сыроки нас спрашивает воля полякова сказал спасибо за то что они узнала больше людей из-за вашего конкурента вот наконец-то все отношения сейчас это вопрос был сказала ли и нет сказала сказала ну вроде не про него утверждение за вопросу стоит на предложение не вопросительно я сам просто она как не думает так и пишет а второе решение сейчас уже полякова романтическая 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 да 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 конечно знает больше об этом только не знаю да поля ждет меня дома каждый день очень хорошая хозяйка и и поет она и готовит а знали бы вы какой у нее род на площадке все даже что это выключить нет это родилось что да да очень хотим туда приехать пригласите нас туда пожалуйста а мы через не проезжали ну там интервью надо не снимал спрашивать кирилл андреевич смотрим вашу передачу фильме иногда улыбаемся и всегда становится не смешно я до сих пор считаю серию курсу кирпича и первое сентября шагерами но скажите пожалуйста как вы себе представляете в будущем после того какие-то проекты умерет нет ничего личного и более в этой сфере я и в виду вашей профессии в жизни ваша известность заставить у нас общаться с теми людьми которые как вы думаете спасибо с депутатом что спасибо спасибо просто что дальше я стала дать дальше делать когда умрет проекты как это что почему мне кажется что я не знаю точно как удаши у меня никогда не планируется ничего ну типа умрет и может и другую программу вести а может писать сценарий может и может помогать кому-то делать программу или в мальчине с программами связаны а может стерни к работе бросить дальше бы собирался ли фона а я бы может быть бросок и уехал божить отшельником жетон да можно уже не отвечать ищите меня мужского монастыря сколько людей вас ненавидит 2 тебе еще кстати даже больше все больше тогда один был ли у вас секс между собой да нет да был ты не помнишь не было смотрю что считается он в том-то и дело вот это рукопознать и нет тогда смотришь и сам себе это секс да тогда 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 в киевской области город буча признан лучшим городом для проживания украины вы хотите родились я кстати очень люблю бучу я там в город был помощник класса из-за того что там очень много грудастых тел живет нет нет мне там девушка живет что до делу но как бы полина спрашивает марина даша очень люблю ваши передачи не пора ли уже заводить семью ты еще не хочешь чем у меня все в отпуск отправляете не хочу ну что семья это отпуск файна раненская семья заменяет все поэтому типа придется выбирать или все или семья нет чего одно если захочется ну почему вы думаете что меня семья усмелит или что более нормальный станут не точки что наоборот все станет намного хуже вот я буду что больше танцевать больше бесит людей ты очень тихо говоришь мне кажется да ну прости я голос сорвала ты будешь какую-то больше танцевать но я тебя слушаю это главное все Леша люди с какими чертами характера тебе нравятся и скажи пожалуйста твой полидельник это семичный образ или какое-то состояние души мне нравятся люди с большими сиськами это состояние души что нет нет тихо 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 так и нет Даша как часто ты греешь по мушке спасибо Я их вообще не грею, я за то, чтобы девушки оставались всегда красивыми, ну вообще оставались такими, какими их сотворила природа. А разве люди любовь создавали? В смысле природы? Что ты сейчас сказала? Мне так показалось, что это правильно. Леша, а как тебе удается собрать спокойствие, не засмеяться в то время, как люди на выставках, например, отнесутся к ключу? А Леша из мультика «Украденный смерть». «Украденный смерть»? Да? Нет. Амотивный калика и «Украденный смерть». Нет, не по этому. По этому, именно по этому. Потому что оно не смешное, говоря. У Леши просто чувство юмора из космоса. «Искажено». «Искажено». «Искажено», да. «Искажено». Просто. Да. «Чемного костюма». Правда? Угу. Хочу. А заранее готовитесь к тематическим мероприятиям или все случается? Шьем костюмы. Да. Что? К тематическим. Я всегда шью новый костюм себя. Вот. И, ну, это приятно. «Тари, тари, тари, тари». Да. Да. Нет. Ну, каким тематическим мероприятиям? Я готовлюсь. Я достаю, выглаживаю футболку. Ветеринки. Гладишь футболку? Вглаживаю. Такой моветон вообще. Моветон. 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 Я хочу сумку моветон. Да. Еще чуть-чуть. Полчаса. Не, я говорю, еще чуть-чуть и купит себе сумку моветон. Что ж ты сделал? Да. А трогайте ли мы друг друга, как частый, по картинству вещам? Если можно, с примерами. Вот сейчас. Если можно, с примерами. Пример. Так, давай, как-то мы сидим. Как-то мы сидим. Да. Я пью чай. Да. Лешка. Да. Начинает травить желточки. Потом. Смотри, 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 смотри. Я ничего не поняла. И вот он все в тамбурку идет. А я сейчас... Нет. Нет. Вообще нет. Скажите, часто ли мы пишем Вконтакте или в других соцсетях? И что люди пишут? Нет, кстати, не пишут вообще. В последнее время вообще не пишут, да? В основном что спрашивают? Пишут. Ты классная. Даша, я хочу жениться на тебе. Почему ты так, мальчики? Ну и в принципе, если отвечаешь давай, то они сразу прекращают. Нет. Да? Сразу прекращают. А сейчас давай? Да. Ну чего? Мне же предлагают люди семью как-то. Я думал только я всем девочкам отвечаю, давай. Вот. И конечно же спрашивают, что означают татуировки, почему родимое бедно и почему нет зубов. Хоть кто-нибудь бы предложил дать зубов. А что, не писали у тебя из стоматологии? Писали. Писали? Да. У меня брат тут стоматолог, я могу помочь, подещаю. Подещаю. А я подещаю. Ну давайте, ну 30 гривен спустите, пожалуйста. Нет, давайте лучше за 5. Пишут на пустой, конечно. Даша, какие еще татуировки будешь себе набивать? Я хочу, короче, полностью на попе куст. Куст ежевики. Ну чтобы, ну да. Потом хочу муравьеда. Хочу самку богомола. Потом хочу какую-то абстракцию, tribal. Что еще есть? И я хочу, чтобы все мои татуировки повторяли. Все? Все. Вот. И мне один мальчик написал, что он набьет мой портрет. Я жду фотографий. Вот. Спрашивая Денчи, какие психотропные препараты вы употребляете? Я не понимаю, о чем. Что? Психотропные? Это что? Это что? Ну вот я сейчас рассосала таблетку для горла. Что? Таблетку? Да, таблетку. Для горла. Что ты сделал? Что? Я сделал? Сны. Рассосала. Что? Рассосала. Мне просто так нравится, когда ты говоришь это слава. Нос? Нос. Что делает жираф для того, чтобы утром был ботином? Ну, смотря какой жираф, какое воспитание, кто мама с папой, конечно же. Джуз. 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 Слышит Настенька. Здравствуйте. Мой любимый Леша и Наша. Очень вас люблю. Особенно лежа. Вкусница, опуски каждую ночь. Теперь вопрос. С кем звезд шоу-бизнеса у вас неплохие отношения и друг друга? Было ли такое, что вам после троллинга было неудобно засказано? Чувствовали ли вы себя виноватыми? Как виноватыми? Не краснеет? С кем-то дружим. С кем дружим? С Володей, Дентезом. Да. Да. С Олейником. С Олейником. Да. Ну, есть. Девочки из трусов. Андрея Олова. Настенька просит Юрика. Ладно, передай привет. Хорошо. Юра, привет. Юра, привет. А Юра где-то? Терчи. Не надо, Терчи, сиди, молчи. Как приобретела звездная болезнь, сказывается на отношения с близкими? Леша. Это тебя спрашивают. Я, например, отказался от общения с родителями. У меня ни к чему. У меня есть все. У меня есть бабло, тёлки. Чертям родителей. Чертям родителей. Что они не могут дать? Кто они вообще? Старые какие? В смысле? Какие-то пожилые люди звонят. Что? Что я должен рассказывать? Это у меня дела. Почему? Читайте в Бесетах у меня дела. Почему теперь? Нет, у меня нет никакой звездной болезни. Вам очень люблю. Петренюк Рома. Привет. Не будь Форева Рома. Да. Как Вы считаете, тусовщики ходят в клубы только бать? Нет, они хотят встретить свою вторую половинку. Я думаю, и бьют они только для смелости. Вот. Вот. Ну, ничего. И вот каждый раз, когда мы их подлавливаем, то они ищут свою вторую половину. Я, в принципе, тоже так когда-то делала. И не стыжусь этого. А сейчас? Сейчас я ему пью. И что? Ну, что? А вот где? Хорошо. Как Вы думаете, круче ли Ваше шоу, чем Рев? Конечно круче. Намного круче. Ведь вообще украинцы круче. Ни сам не крути. Что лучше всего взять, покушать, галерея вкуса на Львовской площади? Что это такое? Без понятия. Это владелец галереи вкуса, не спрашивая. Я не знаю даже где это. На Львовской? Там Суаре, Драже. А что там за галерея вкуса? Без понятия. А, я наверное знаю. Да, это столовка. Я там ел. А, ну вот. Тебя там и заметили. Говори. Ничего там, кстати, все невкусное. Вот, честное слово. Я там один раз ел, там все невкусное. Не ешь тут. Давай, ты закрашивай весело. Леша, что тебе бесит твоя популярность? Больше всего бесит ты на улице, вчера буквально иду по Абулынской набережной и там, ебать, да это ж ты, дружище, ничего себе. Не стоит. Аааа, даааа. Это ты. Так просто, ну ну а ты просто как бы идешь. Это как, знаешь, как будто ты в школе лузер и тебя высмеивают постоянно. И ты ничего не можешь с этим попросить, ну пожалуйста, не кричите, у нас очень хорошо. Я серьезные данные думаю, да, вообще никак не объясняешь. Видишь, девочка что? Ну вот видишь. А девочке это приятно, наверное. Ну уверенно, она смеялась очень. Ну быть, мне вообще не приятно. Даша, сколько тебе лет? 25. Что? Что? Почему ты закрываешь свой возраст? Как вас называли в школе? Ну меня Даха всегда. Как-то еще. Не помню. Матерая. Ну, просто надо, наверное, говорить в голову. Нашивая тоже, да. Это вот такое. Очень много просьб о предложении и добавить в друзья в контакте. Да, конечно же. Продолжение европеатуро, простите. Леша, готов ли ты создать семью? Да. Открыть для отношений. Открыть для отношений. Готов создать семью. И, кроме шуток, только надо сначала попробовать. Первый раз? Да. Должен же бить. Но вы же, когда покупаете в бракарде духи, вы сначала нюхаете. Ты предлагаешь, чтобы тебя понюхали? Ну, я могу и сам понюхать. Не мощно, это звучит не мощно. Как часто люди выходят победителями из вашего конца? Что? Тот-таро Волбом! Сан-фарес! Сан-фарес! У-у-у-у! Сан-фарес! Да. Никогда. Никогда. Мы когда-нибудь видели, что вы в клубе носили пользы фан-фары? Нет, вот никогда. Да спрашивает Маня-маняша. Алеша, есть у тебя поклонники, которые постоянно следят? Да, Маня за мной постоянно следит. Утка. Следит постоянно за тобой. Какая утка? Ну, есть такая фобия, что тебе кажется, что всю жизнь за тобой следит утка. Честно. Почему? Ну, я не знаю, какая фобия. Какая-то берется? На прилавке? Просто тебе кажется, что за тобой утка ходит и следит за тобой. Так ну нет. Паранойя, почему нет? Я не разу не видел, чтобы там ушла утка. Угу, у тебя нет ее, спора. Спора? Да. И утка, да, после тебя что было? Ну, нет, перестань. За кого вы болели во время Дима? Я болел за то, чтобы Евро быстрее закончилось. Болел дома, причем? Болел дома и очень рьяно. И так был счастлив, когда наконец-то наступил этот день и все закончилось. А мне было весело. Больше никогда не приезжайте в нашу сторону, пожалуйста. Все? Все. А добиваете девушек у Леши? Ну да. И вообще. Я за бюременера расстался с тремя девушками, с которыми по полгода встречался до этого. По полгода? Да. Ничего себе. Возили иностранцы? Шведы? Шведы? Шведы. Как чуть-чуть. Чьи-чьи-е. Вейца. Есть классный вопрос. Я очень хочу смеяться, пожалуйста. Можно ли вас пригласить в свой город на пенную вечеринку? Сколько это будет стоить? На пьяную? Пенную. А, на пенную? Или, может, вы даже за это денег не берете и можете просто так? Конечно же, мы вот так вот можем все отдавать всем людям, все деньги, которые зарабатывают. Так, какие деньги мы зарабатываем, мы же вообще работаем без денег всегда. Конечно, мы можем приехать и без денег все сделать. Ну, все-таки за деньги. За деньги можем тоже сделать. Вот, обращайтесь к нашему директору, к Марте. Могу сказать телефон. Ты говоришь, сейчас ты ему в эфире? Да. Он меня вошел. Она меня убьет. Что ты робишь? Замалеваю сердечко. Леша, когда я смотрю очередной выпуск, пишет Тульска Квартик, всегда кажется, что тебя после эфира приют, но в эфир это, наверное, не выходит. Почему это было? Было ли такое? Что? После эфира? Почему после эфира? Ну, мы же снимаем, типа, и сразу уходим с того места. У нас находитесь. Ну, не ждем. Ну, не ждем. Дима? Нет. Дима не берет трубку. Как вы реагируете на людей, которые подходят вам на улицах? Ну, мы не можем. По-разному подходят. Да. Вот и мы. Просто есть такие люди, очень милые говорят, мы понимаем, что мы тебя отвлекаем, но все же, сфотографируйся. Мы понимаем, что тебя очень задолбали, но сфотографируйся, пожалуйста. А кто-то, эй, обнимается. Да, да, да. Я что-то лучшее. Дружище, слышу опыт. Эй, мой. Постой. Малая, классная. Давай. Слышь, давай. О, на. И оператору тычет. Эй, ты, ты. Камеру держит. На. На. Слышь, на, хороший, сфот, на, нажми там. Что? Ад какой-то. Ну, это все вот, есть люди воспитанные, есть невоспитанные, и вот оно везет во всех. Просто воспитанные, наверное. Воспитанные меньше почему-то. И подходят. И подходят, да, подходят легко. Достаточно ли одного таланта и везения, чтобы пробиться на телевизору? Талант и везение? Этого достаточно для всего, в общем. Конечно. И для желания. Вообще, если у вас есть и талант, и везение, вы можете вообще все, что угодно. Телевизор, это далеко не предел мечтаний. Посмотрите на президента. А что это вы перестали набирать? Катюшин, а хотели бы вы попробовать себя в кино и в каких-то днях? Вот оно уже себя попробовали в кино, в бардаке сыграли, он очень хорошо. Как оно понравилось, пишите, звоните нам. Я бы хотела еще, наверное, сыграть... Кого? Даже я не знаю. В ампира. Ампира. Клиплю нового союза. А, кстати. Вот. Я бы хотела сниматься в клипах у рэперов. Вот. Для этого мне надо подкачать. Большие булки. Леша, у тебя был роман с соленой вараной? Да. Рецепт любимого блюда. Что-что? Рецепт любимого блюда. Любимого блюда. Это мясо. Сок мяса, можно сырого даже. У меня можно подкупить мясом, арбузом и чувством мемора. И умолк. Ну, а ты разорвали, я все равно их показываю. Еще до того, как он начинает об этом говорить. Да. Чем ворон похож на стол? Чем ворон похож на стол? Ворон на стол? Что? Слушай, вы спрашиваете про психотропные какие-то вещества у нас? Чем ворон похож на стол? Нет. Престаньте. Опомнитесь. Ты думаешь, да? Лапками? Что? Лапками? Спрашиваете Карина Анастасия. Алеша, а ты сможешь произнести в прямом эфире слово «мишка» смешным голосом? Мишка. Спрашиваете череп у Алексея. Алеша, как бы ты отреагировал, если бы оказался на месте зрителя, а не ведущего? Время съемок, например, программы «Иванов плюс один». Учитывая, что выглядел бы ты полным идиотом, так сказать, в ту сторону. Что? В смысле? Так, так, так. Если бы ты. К вам подходит «Иванов из программы «Иванов плюс один»»? С этим вопросом, вы не знаете, что ему. Ну, ничего страшного. Мне, кстати, очень, очень самоирония, все в порядке. Я над собой смеюсь. Всегда, всегда. И вообще, это, мне кажется, лекарство от всех душевных травм и болезней смеяться над собой. Потому что люди, которые не умеют смеяться над собой, им, ну, они вообще ужасные. Они рыдают, наверное, честно. Бывает, говоришь, девушке, у тебя жирная жопа, если она не смеется, то она вообще… Ну, вот все, как бы, садись в такси и уезжай в маршрутную. Знаешь маршрутную такси? Никогда не садись. Только на лжу. Слушай, а что ты знаешь на вечеринках? Есть ли это в сети Миксы? Я, к сожалению, или к счастью, на твоих выступлениях не буду, скорее всего, не буду. И тоже бы интересно посмотреть. Ну, все тогда. Да, пока. Пока. Нет, в сети нет и не будет. Спрашивает Виктор Цой, как вы думаете, я жив? Я думаю, нет. Чего я это слышно? А почему он должен быть жив? Он же давно уже умер. Ну да. Придуривается. Ну да. Шутка затянулась. Витя, шутка затянулась. Тебя уже. Жена. Хватит, все, выходи. Я не жаню. Я еще горка сижу. Витя, выходи, все тебя ждут. Он давай травит. В ВКонтакте. И спрашивает. Думаете, я жив? Дурка. Следующий вопрос от Гуфа, а я жив. Ой, это кто-то очень нескранетно подшучивает над нами, по-моему. Вообще все шутки про Гуф жив очень смешные. Да. Гуф умер. И Цой жив тоже. Да. Как вы относитесь к молодежным течениям, конкретно к так называемым клаберам? Не считаете ли вы, что не хватает некого продуктового фролического предмета в ректальной области? Каким клаберам? Нету. Нету. Учите культурологию. Нету клаберов. Кто эти люди? Есть год и только. Райперы еще есть. Райперы есть еще. Клаберов нет. Эммы были. Но умерли как Гуф и Царь. Да. А, Клабер. Здесь умер. Да, вот ровно. Спрашивает зубная фея вопрос у Даши. Когда у меня будет фотография с Чубакой? Рокса. Я перепрошу ее дуже. А, это Рокса. Николи. Хотя, приезды в Лосику и поживешь у Леши. Ты зубная фея с его Чубакой? С его Чубакой. Что нужно простым и нечестным студентам, как Вы, чтобы сделать такой замечательный проект? Где искать подобные идеи? Наверное, подобные идеи. Но если у Вас нет идеи, Вы изначально ничего не сделаете. Придумайте для начала что-то. И опять же, записывайте на кассеты, приносите, тет, и просите. Придумайте, чтоб поставили. Даша, вот Вы выиграли шоу «Богиня Шопинга», где была поездка в Милан. Вы правда ездили или где-то такой жестокий обман телевидения? Если да, то какие эмоции и впечатления остались? Я еще не ездила. Вот, пока что нет времени. И опять же, здоровье уже не то. Но я надеюсь, что я поеду. Нет, на телевидении все по-честному. Честно. Честно по-честному. Честно по-честному. Да. Честно, честно, честно. Алексей, скажите, как часто Вам приходит в голову мысль, что для облегчения жизни многих работников телевидения в нашем государстве давно пора не реализовать проституцию? Да. Она не реализовала? Она не реализовала. Все. Человек с ником Якошу-Поддурнева, потому что я упор. Мужик, во-первых, не тратил упарываться на постой. Да. Упарываться плохо. Во-вторых, проституция давно реализована. Опомнись. Опомнись, да. Ты можешь просто написать в гугле «проститутка». Купить тёлку. Купить женщину. Шмару. Купить шмару. Хочу. Хочу дать кому-то в рот. Ну, ну. Нет? Да. И сразу же будет много вариантов с фотографиями во всех ракурсах. Выбирай, не хочу. Стоимостью, да. От минимальной. На минимальную зарплату, кстати, установленную государством, на минимальное прожиточное минимум можно купить три нефтесивой проститутки. Да. Не в красоте, да, счастье. И так весело курить целый час. Побеседовать, почирикать. В домино. Курить сигареты. В домино. Да, в домино. Курить нефтесиво. Чувачи. Курить нефтесиво. Курить нефтесиво. Не было вот этого вот какого-то волнения сумасшедшего, которое там присутствовало на других концертах. Вот хотелось как-то просто немножечко заглыбиться в транс. Но нет, как-то не зацепили они меня. Просто посмотрела на них классно очень. Как не знаю, как на твоего родного брата посмотрела вообще без всяких эмоций. О, вырос. А? О, вырос. О, вырос. Ну, как бы видишь, родного брата. О, вырос. Привет. Куда порекомендуете поступать в этом году? Куда? Виски какие-то, виски. Виски? Да. Харчевая? Всегда. Харчевая, все харчевые. Харчевая. Вот теперь посмотрите, что вы для вас нарисовали. Совместными усилениями. Очень красиво. Вот вам и татуировка на руку. Очень красиво. Последний вопрос, когда сегодня. Еще? А смешно и будет. Я хочу сомневаться. Не планируете приехать в Россию? У нас здесь тоже много дураков. Ой, ну смотря куда. Верю, что дураков много в России, но так же, как и в Украине, я думаю. Ну, Россия немножечко больше, совсем чуть-чуть, да? Да. В Москве меня пугают пробки. И, наверное... А в Питере разводные мосты? Разводные мосты, да. А где еще? В Орле. В Орле. В Мельтевке. Странное вообще, что? В смысле? Что? Это название города? Город Сохол. Город Ворона. Вот. А где? Что еще? В Рязани. Что? А в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят... А в Курске? А в Курске. А в Туле? А в Туле это вообще неописуемо. Ты сейчас как в Туле. Ты сейчас как в Туле, ээээ. Даша не поймут. Вот. Она не может. Да. Ну, опять же, я разговариваю вообще на другом языке, и никто меня нигде не поймет. Еще смешной вопрос. Леша и Даша, кто вы по национальности? Я не грей. Я тоже. Я грек. Даша грек. Грек эллинец. Леша, подсунуть до шулика? Просит не рвать. Не мать. Ну, пожалуйста, нет. Тебе Таньку? Нет. Молодец. Танка хоть ничего-то. Ну, вот что-то и дело. Хоть что-то нормальное на себе. А можно набить ее красивее лицо? Очень. Да? Брови. Опять же, про брови вы спрашивали. Берешь себя, немножечко поднимаешь и делаешь, ну, немножечко злое. Потом скулы, утемняешь и уже миловиднее, знаешь? Губы. Губы тоже ничего. И самое важное, выразительный делился. Все? Все. На этом наша конференция подошла к концу. Сегодня у нас гостя были будущая программа Дома Пус-1. Алексей Дурни, подаривший. Спасибо вам. Па-па. Спасибо.